Здравствуйте! В эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский дали о том, что случилось в городе и области сегодня, 22 января. Сегодня ночью на улице Лукашевича в ДТП погибла девушка. Авария произошла в третьем часу, когда на дороге не было других машин. По данным ГИБДД, 18-летняя Мичка управляла иномаркой, которая двигалась в направлении телецентра. Потерпевшая не справилась с рулем и на полном ходу въехала в железобетонное ограждение подземного перехода. Машина от удара превратилась в комок железа. То, что это был Ниссан, можно было определить только по значку на капоте. В результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия. Ее 22-летний пассажир с многочисленными травмами доставлен в больницу. Как показала проверка, погибшая не имела водительских прав. Автомобиль принадлежал молодому человеку. Сегодня в департаменте транспорта озвучили печальную статистику ДТП. За прошедший год количество смертей на дорогах выросло на 26%. Если в 2016 году погибли 56 амичей, то в 2017 уже 71 человек. По данным чиновников, большинство трагических аварий происходит из-за превышения скорости. А ездить амичи стали быстрее, так как после ремонта дороги стали лучше. Кстати, уже с февраля знаки ограничения скорости будут установлены на самых аварийных участках. Так, на подъездах к мосту у телецентра нельзя будет ехать быстрее 40 км в час. А на путепроводе на улице 15 рабочая скорость ограничит до 20 км. Кроме знаков, на этих участках выставят камеры фиксации нарушений. Сегодня утром у здания областного правительства загорелся внедорожник Киа. По сообщениям очевидцев, когда автомобиль заезжал на парковку, у машины из-под капота шел дым. Из иномарки вышел мужчина в форме и стал закидывать огонь снегом. По счастливой случайности рядом работала снегоуборочная техника. Погрузчик высыпал на Киа целый сугроб, после чего горение прекратилось. К прибытию бойцов МЧС пожар был полностью потушен. В соцсетях свидетели рассказали, что водитель иномарки получил ожоги, но от госпитализации отказался. Пока неизвестно, что могло послужить причиной возгорания. Некоторые очевидцы утверждают, что пожар начался не в моторном отсеке, а в салоне машины. В Омске разгораются разборки в стиле бандитских 90-х. В конце декабря в Жесте мы рассказывали о поджоге торгового комплекса в Октябрьском округе. В три часа ночи неизвестные разбили в здание окно и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Значительный ущерб понесли арендаторы и владельцы комплекса. Как нам удалось узнать, до этого инцидента собственники здания получали угрозы от неустановленных лиц. Сейчас семья предпринимателей вместе с детьми и пенсионерами вынуждена скрываться в другом регионе. Одна из соучредителей предприятия Александра Огольцова рассказала нам по скайпу, с чего все началось. Со слов Амички, бывший муж требует с нее через суд 54 миллиона рублей по договору займа. Женщина утверждает, что никакого договора она не подписывала, а документ является поддельным. Предпринимательница считает, что это вымогательство. В ходе судебного заседания договор отправлен на экспертизу, чтобы установить подлинность подписи Амички. В апреле 2017 года, когда он пришел ко мне с требованием выплатить ему 20 миллионов, которые фактически он мне не занимал, он сказал, что мы не договоримся по-хорошему, то я устрою тебе жизнь как в кино. Далее он подал в суд уже на 54 миллиона и предлагал нам закрыть этот вопрос во внесудебном порядке. Он предлагал подписать договор о реструктуризации займа на 32 миллиона. Мы отказались, пошли в суд. Суд назначил экспертизу. И ровно через 6 дней после этого на пороге у моей мамы оказалась 5-литровая банка с бензином и фитилем. На следующий день после этого мы вынуждены были уехать из города в целях своей безопасности. А еще через 20 дней был совершен поджог нашего здания. В ближайшее время владельцы торгового комплекса не собираются возвращаться в Омск, опасаясь расправы. В суде их интересы представляет адвокат. На днях состоится новое заседание, в котором, возможно, огласят результаты экспертизы о подлинности договора займа. Программа «Жесть» продолжает следить за этой историей. Советский районный суд рассматривает дело в отношении 36-летнего Амича. Мужчину обвиняют в экстремизме. А поводом для этого стали картинки и записи, которые он разместил на своей странице в социальных сетях. Наши корреспонденты продолжат тему. Обвиняемые демонстрируют журналистам те самые записи в социальных сетях, из-за которых он оказался на скамье подсудимых. По действующему законодательству мы не можем показывать их в эфире. Мужчина рассказывает, что авторство картинок и высказываний не его, находил в популярных группах, но публиковал от своего имени. За картинки мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. У меня даже, например, статус такой же, что в наше время теперь за репост садят. Многие люди там уже выходили с плакатами, что мой дед сидел за анекдот, а меня за репост посадят. То есть, конкретно, что меня посадят именно за эти репосты, я как бы не подразумевал. Для меня экстремизм – это те, кто причастны к терроризму, спонсируют его и все остальное. У меня также заблокировали счета на основании пособничества и спонсирования терроризма, что является полным абсурдом, мне кажется. Евгений рассказывает, новость от следователей, что он обвиняется в экстремизме, настигла его на работе. По профессии он монтажник. Лингвистическая экспертиза уже показала, что картинки оскорбляют и призывают к насилию в отношении российских политиков и определенных национальных групп. Уголовное дело заведено по статье «Экстремизм и возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства». Обувь к жилищу проводился. Ничего представляющего интереса для следствия обнаружено не было, поскольку изымался обувь у него. Именно в котором и содержались данные, выход на данную страницу и, соответственно, данные сведения, данные файлы. Сведений о том, чтобы он состоял в какой-либо группировке, у нас не имеется. Ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. Вместе с тем судимость за данные преступления погашена. Сейчас, если меня обвинят в экстремизме, даже если мне, например, назначат страф, даже незначительную сумму, там, 2-3 тысячи рублей, то есть я все равно попадаю к автоматически виновным. После такого обвинения меня не пустят ни на какой завод, ни на какое государственное предприятие, не смогу работать. То есть даже в простой такси. За соблюдением законодательства в интернете следят полиция, следственный комитет, ФСБ. Как следует из материалов дела Евгений и его записях. Они узнали во время мониторинга социальных сетей. Также уголовное дело может быть заведено по жалобе. Рассмотрение материалов продолжается. Впрочем, этот случай не единичный. Так год назад за экстремизм в интернете Октябрьский суд вынес приговор 40-летнему Амичу. Следователям удалось установить, мужчина два года публиковал на своей странице в социальной сети записи, унижающие достоинства представителей разных национальностей. Мужчина тогда пояснил, что из-за приезжих якобы не может найти работу. И по решению суда его обеспечили работой 200 часов на благоустройстве улиц. Дорожные инспекторы проводят в торговых комплексах Омска акцию «Яркое детство». Маленьким гостям супермаркетов, а также их родителям полицейские объясняют, что одежда ребенка должна быть не только красивой, но и безопасной. От того, насколько заметен малыш на дороге, напрямую зависит его жизнь и здоровье. В темное время суток даже короткий путь от дома до школы может включать в себя опасные места, где тротуар пересекается с проезжей частью. У нас в текущем году уже совершено 18 дорожно-транспортных происшествий, в сайте которых по 17 детей к сожалению было травмировано и один ребенок погиб. В прошлом году было более 200 таких дорожно-транспортных происшествий. В 58 случаях ДТП произошли вследствие неосторожного поведения на проезжей части, либо вследствие нарушения правил дорожного движения детьми. В 120 случаях дети были пешеходами и порядка 112 фактов, когда дети были пассажирами транспортных средств. Гости торговых комплексов не проходят мимо инспекторов ГИБДД. Родители украшают одежду своих чат полезными наклейками. Тренд этого сезона – силуэт собаки. С такими светоотражающими элементами в темное время суток в свете фар ребенка видно за сотню метров. Акция «Яркое детство» будет продолжена во всех районах города. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенна-7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго и помните, что «Жесть» – это не только лист металла, но и то, что иногда случается с нами в повседневной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова